Здравствуйте, меня зовут Вадим Прятко, я ветеринарный врач и занимаюсь лечением коров, лошадей, коз и овец на отдалении или как говорят люди онлайн. В начале этого месяца ко мне обратились люди с такой проблемой. Козленок странно дышит, писали они, не очень активный по сравнению с другими, побегает и ляжет, молоко пьет с удовольствием, сено, траву и зерно мало ест, голодные ямки постоянно большие, худой по сравнению с другими. Отстает в наборе веса, ему скоро будет три месяца, а выглядит он как месячный. Заметили такое недели две назад, аппетита почти не было, давали АСД, после чего он начал есть, немного повеселел. Мне кажется у него или была пневмония, или какая-то сердечная недостаточность. Что можно сделать? Я ознакомился с видео самого козленка, также попросил померять температуру тела, исследовать его фекалий, послушать количество дыхательных движений в минуту, а также оценил слизистые оболочки и конъюнктивы глаза по тесту Фомача. Из анамнезов стало известно, что козленок был обработан от кокцидиоза в полторамесячном возрасте, а в семидневном возрасте, когда его привезли в хозяйство, у него предположительно был зоб, так как после применения препаратов йода шишка на горле у него уменьшилась и стала незаметной. Температура тела у него была 38,8 градусов. Хозяйка переживала за него, так как планировала использовать его как племенного для покрытия уже осенью. Также ситуацию усугубляла жара, плюс 37 градусов тени. Я предложил два варианта, первый вариант уточнить диагноз посредством лабораторных исследований, а также при помощи ультразвукового исследования легких и второй вариант эмпирическое лечение без анализов. Хозяйка объяснила, что у нее нет возможности проводить лабораторные исследования или даже сделать УЗД, поэтому она избрала второй вариант. Также хозяйка предложила мне на выбор список препаратов, которые у нее имеются. Верите или нет, но необходимого препарата в нем не оказалось. Даже без лабораторных и дополнительных исследований я всегда стремлюсь поставить диагноз как можно более точнее. Ведь тогда нужно использовать ограниченное количество препаратов. Это и экономия, а также это отсутствие лишней нагрузки на организм. Мой диагноз в этом случае предполагал использование всего одного препарата. Но использовал я этот препарат не придерживаясь инструкции к нему. Так как, чтобы вылечить это заболевание нужен особенный курс. Уже на второй день после начала лечения хозяйка прислала мне следующее сообщение. «Вот так он сегодня себя ведет, мне кажется ему лучше. Он уже бегает с другими и не ложится уставше. Весит он правда меньше, чем месячные альпийские козлики, хотя ему уже три месяца и он нубиец. Кушает активно травку, сено, комбикорма, хотя и немного. А вот молоко пьет с большим аппетитом. Мы продолжили лечение и вот что написала хозяйка через некоторое время. Козленок явно изменился в хорошую сторону, ест хорошо, заметно уменьшились голодные ямки, сегодня бегает со всеми и почти не лежал». Мы снова продолжили лечение и через некоторое время хозяйка снова прислала видео в которых она говорила, что признаков заболевания уже нет. Дыхание по сравнению с недельной давностью нормализовалось, дышит как все грудью, на вид состояние нормального козленка, только сильно худой. Также хозяйка отметила интересную реакцию на уколы, раньше когда он был ослаблен он практически не реагировал на укол. Как говорит сама хозяйка лежал на руках как тряпочка, то сейчас он от укола вырывается и кричит. И наконец хозяйка прислала мне последнее видео «Козленок в отличном настроении». Таким образом он выздоровел. Хочется сказать, что хозяйка обращается ко мне не впервые. Ранее она обращалась ко мне по поводу заболевания одного из ее козлят кокцидиозом. Сложилось так, что обрабатывая всех козлят, ей не хватило препарата на одного козленка. Впоследствии этот козленок тяжело заболел и погиб, но хозяйка вскрыла его и прислала мне органы для того, чтобы я мог их оценить. Обратите внимание на бугорки на кишках, которые являются характерным признаком кокцидиоза. Так же козленок имел понос с примесью крови. Друзья, если вы столкнулись с подобным заболеванием или другими проблемами в здоровье коз и вам некому обратиться за помощью или те, к кому вы обратились не могут справиться, вы всегда можете обратиться ко мне за платной консультацией в Вайбере, Ватсапе или Телеграме. А если вы хотите знать, какой диагноз у этого козленка и как я его вылечил, а также больше информации о здоровье коров, коз и овец, а также всегда быть со мной на связи и получать бесплатные консультации, вступайте в мои платные школы сообщества «Здоровье животных», а также «Здоровье коз и овец». Берегите своих животных. До свидания.